Арбузы способны расти и на бедной почве, однако если почва легкая и рыхлая, урожай будет выше. А уж если уделить внимание аэрации почвы и учесть ее уровень pH, арбузы вырастут на зависть всем конкурентам. Идеальный для них pH, кстати, от 5,8 до 6,6. Это значительно ниже кислотности обычной воды, которая равна 7. То есть бахчевым нужна более кислая среда. Отрегулировать pH можно внесением разнообразных добавок и удобрений. В общем, подготовка почвы требуется солидная, поэтому во многих случаях она начинается аж за 5 месяцев до посадки арбузов. Культивация, рыхление, внесение удобрений, формирование грядок — работы много. Кстати, о грядках. Их обычно располагают достаточно широко, ведь полосатые ягоды любят, когда у них много места для роста. Поскольку подготовка почвы дело долгое, а впереди еще и высадка, фермерам не обойтись без специальной техники. Например, один фермер из Индии использует вот такую систему. Она помогает в работе с пластиковой мульчей. Укрытая такой мульчей почва становится более теплой и влажной. Отличное сочетание для арбузов. К тому же система очень выгодна. Она примерно на 70% снижает затраты на рабочую силу. И экономит время. Вручную рабочие укрывали бы 0,4 гектара минимум двое суток, а с помощью системы они управятся за два часа. Теперь понятно, как Индия попала в мировой топ-5 производителей арбузов. И почему в 2020-м собрала урожай в 2 миллиона 800 тысяч тонн. Несмотря на такие урожаи, Индия не лидер по выращиванию арбузов. На первом месте и с огромным отрывом выступает Китай. В 2020 году там вырастили более 60 миллионов тонн бахчевых. Но это привычное нам полосатое лакомство. А знаете ли вы, как арбузы выглядели раньше? Вряд ли бы их стали есть в таких объемах. Родиной этих плодов считается Северо-Восточная Африка. Они были знакомы даже древним египтянам. Семечки арбуза нашли даже в легендарной гробнице Тутанхамона. А вот в Европе арбузы прижились в садах лишь в 17 веке. И сначала не слишком-то радовали. Мякоти было мало, а вот крупных косточек и жестких белых жил много. Радует одно. Некоторые ученые пишут, что по сладости такие арбузы не уступали современным. Уход за арбузами — отдельная история, богатая курьезами. Например, в Англии первые плоды появились только в 1629 году и нормально росли лишь в теплицах. Но вот наступает 2022 год, и британские садоводы без проблем выращивают арбузы в открытом грунте. Виновата глобальное потепление, с которым вынуждены считаться фермеры со всего мира. Бахчевые, конечно, любят тепло. Идеальная для них погода — от 18 до 35 градусов тепла. Однако слишком жаркая погода для них губительна. Яркий пример — Италия, которая из-за аномальной жары в этом году потеряла примерно 30-40% урожая арбузов. Один из важнейших моментов ухода за арбузами — полив. В Средиземноморье фермеры тратят на него не менее 20 минут в день уже на ранних этапах выращивания. Но если влаги будет слишком много, плоды потрескаются. А если полить листья, можно спровоцировать вспышку различных заболеваний. Так что и количество воды, и варианты ее доставки рассчитываются максимально тщательно. Например, одна из компаний Калифорнии использует гравитацию и вот такие каналы, а в Израиле поставили капельную систему. Она не только сэкономит воду, но и поможет точнее контролировать ее температуру. Еще один компонент хорошего урожая — удобрение. Для грамотного их внесения важно понимать состав почвы. Например, на почве бедной азотом арбузы растут медленнее, из-за нехватки кальция они станут маленькими и безвкусными, а отсутствие калия увеличит риск получить очень скромный урожай. Пока фермеры рыхлят, вносят удобрения и поливают, в интернете ломают копья над важнейшим вопросом жизни, вселенной и всего такого. Что же такое арбуз? Ягода или фрукт? Если вы думаете, что знаете ответ, то попробуем вас удивить. С точки зрения ботаники, арбуз — это ягода, но ложная. Разница, например, со смородиной в оболочке. Если смородину мы можем съесть сразу с кожицей, то арбуз вместе с коркой нет. Этот нюанс и делает арбуз ложной ягодой. Настало время собирать урожай. С одного гектара реально снять 50-80 тонн, так что и техника требуется соответствующая. Например, вот такая уборочная машина удивляет рабочей шириной в 17,5 метров. На сложных ландшафтах выручит опциональный полный привод. К тому же машина помогает собирать не только арбузы, но и другие культуры, например, дыни. Уборочная техника работает во многих точках планеты и позволяет собирать даже самые необычные бахчевые. Например, вот так выглядит сбор арбузов Дагуа. Они популярны в Китае, Таиланде и Сингапуре. Они выращиваются не ради мякоти, а ради семечек. Именно семечки жарят или запекают в духовке, а потом используют как закуску или перекус. А вот такую технику предлагает международная компания Automated Egg. Четыре континента и 12 государств. Такой размах работы компании вполне объясним. Достаточно посмотреть на возможности ее техники. Например, сборщик Bandit Produce Rover позволяет работать со скоростью около 3 км в час, а с учетом слаженности команды из видео 12 контейнеров будут заполнены всего за 6 минут. В общем, полосатые ягоды выращивают и собирают в огромных количествах. Но насколько огромным может вырасти один конкретный арбуз? Давайте откроем книгу рекордов Гиннеса. В 2013 году туда попал американец Крис Кент. Он вырастил арбуз весом 158 килограмм и 984 грамма. Удивительно, но если верить прессе, то Кент – бухгалтер. Это отличная мотивация для всех садоводов-любителей, особенно с учетом того, что рекорд Кента не побит до сих пор. Хранение, упаковка и доставка – тоже целая наука. Дело в том, что при комнатной температуре арбузы хранятся недолго, буквально 1-2 недели, и они станут невкусными. Оптимальная температура хранения 2-3 градуса, а влажность – около 60-80%. Поэтому важно оперативно привезти арбузы с поля на склады и в магазины. Но и тут есть нюансы. Во-первых, нужно уложить плоды так, чтобы они не бились друг о дружку. Во-вторых, не рекомендуется делать слишком много слоев. В-третьих, нужна тара со щелями для вентиляции. А в-четвертых, перевозить и вообще хранить арбузы рядом с дынями не рекомендуется, ведь они выделяют этилен, снижающий срок хранения арбузов. Занятное решение, упростившее жизни продавцам и покупателям, предложили в Японии. Раз круглые арбузы неудобно перевозить, хранить и класть в домашний холодильник, почему бы не вырастить кубические? Сказано-сделано. В 1978 году в японской префектуре Кагава вывели первые кубические арбузы. Ничего сложного, ягода растет в специальном контейнере и принимает его форму. Вкус у кубического арбуза точно такой же, как у обычного. Однако на Востоке необычный плод стал очень популярен в качестве подарка, а постепенно забоевал место и на прилавках от Китая до США. Процесс выбора семян для будущего урожая арбузов тоже полон подводных камней. Например, многие любители используют процесс калибровки семян. В половине стакана воды нужно растворить столовую ложку соли, затем в стакан опускают семена арбуза. Утонувшие семена используют, а всплывшие выбрасывают. Разумеется, в промышленном производстве семян масштабы и техники совсем другие. Вот такая сортировочная система на базе AMD AI способна отсортировать семена по цвету. Кстати, самые качественные семена получаются из арбузов среднего размера. Такие не тратят слишком много энергии на рост и укрепление кожуры, а значит, их семена развиваются оптимальнее. Тяжелый и сложный труд частенько купается с лихвой. Например, японские арбузы сорта Денсукэ покупают даже при цене выше 4000 долларов за штуку. Причин для такой цены несколько. Во-первых, Денсукэ считаются самыми дорогими в плане выращивания, а во-вторых, урожаи Денсукэ очень маленькие. Несколько сотен саженцев трансформируются всего в 20-30 арбузов. Поэтому продают Денсукэ поштучно с аукционов, а перед продажей тщательно моют, полируют и пакуют в красивые коробки. Что же до вкуса, арбузы Денсукэ считаются исключительно сладкими. Неудивительно, что они считаются отличным, но и очень дорогим подарком. Этим летом в новости попала настоящая сенсация. Оказывается, российские полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде. Процесс выращивания занял 103 дня. По итогу созрели 8 плодов. Самый большой из них весит килограмм и радует диаметром в 13 сантиметров. По вкусу и аромату антарктические арбузы не уступают обычным. А что самое поразительное, арбузы вырастили по беспочвенной технологии. Но эксперименты только начинаются, ведь далее в планах полярников выращивания земляники и голубики. Напоследок несколько советов по выбору хорошего арбуза. Для начала по нему стоит постучать. Чем звонче звук, тем более зрелый арбуз перед вами. Заодно оцените упругость. Если арбуз чуть пружинит, то он спелый. Далее визуальная оценка. Кожура спелого арбуза темно-зеленого цвета с контрастными четко выраженными линиями. Есть сомнения? Попробуйте поцарапать кожуру. Если практически не царапается, плод спелый. Стоит уделить внимание и весу. Выбирайте арбузы от 5 до 10 килограмм. И да, хвостик у него должен быть полностью сухой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...